Нават тяжко уявить, а ли это будинок в начале 20-го года, что им находился первая початкова, сказать уже тяжко, а ли опошняя его занимала администрация предприятия школьного харчевания. Причем умовы для работы были настолько несприяльными, что для супрацовников пришлось шукать новые помешкания. Два года тому будинок вырешили выставить на аукцион. Правда, первые четыре спробы закончились беспоспехово. Зато и на пятом аукционе претендентов оказалось одразу некакие, у вынеку чего первая початковая цена у одну базовую величину повеличилась до 3,5 тысяч рублей. Новый владельник разместил тут не только свои службы, а ли издал шерох помешканью у аренду, что поспрояло развитию у Речицы новых накерунковых предпринимательских деятельностей. Дякую честному сопротивничеству фонда Гомель Абломаёмость с местовыми органами Улады только в этом году отрымалось утягнуть у господарший оборот больше 100 объектов, которые протягивают часы не выкористовываются. Котельная булока военнока городка у Речицы предпринимательства бил древ выруб, но было на аукционе ранее, а ли эксплуатацию у Велого Селета новой майомостью распорядились по господарству. По обороту тягнули не только будинок, а ли еще прилегающую территорию, якая долгий час была по собственности звычайной звалкой. Мы установили бетонный завод российского производства, производим бетон. Также, чтобы задействовать территорию и чтобы получать дополнительные, естественно, прибыли, стали заниматься, помимо всего этого, и сосновыми пиломатериалами. Ассортимент увеличивается, прибыли растут, что, в принципе, на руку нашему государству. И население рада. Проводится системная работа по наведению порядка на нашей территории, в наших населенных пунктах. Конечно, отдельный элемент этой работы – это снос ветхих и пустующих домов. В этом году мы уже снесли 2000 таких строений. 1500 гектар земли было в обличину в хозяйственный оборот, в том числе 1,3 – это сельскохозяйственными организациями. Эта работа, как и прежде, будет находиться на постоянном контроле областного совета депутатов. У Караватинского сельского совета в этом году снесли больше 50 нежилых домов. Практично половы из их увезда Капаровка – переважная большая часть былых приватных подборков, передадена сельскохозяйственным подприемством. Частка земли перешла во властность местовых жахаров. Для авиасковцев это уволю макчимость для отримания додатковых доходов. На таких землях можно выращивать культуры, запотребованные на рынку. В деревнях же находятся люди, которые занимаются именно, у которых имеется техника, которые могут обрабатывать эти земли. И чем где-то далеко это обрабатывать, лучше обрабатывать в пределах населенного пункта, чтобы меньше затрат нести. Олег Синтеров, Валерий Капанько, телерадио компания «Гомель», Реческий район.